День оптимистов сегодня, и мы совершенно оптимистично пригласили такого же гостя, надеюсь. Сейчас будем разбираться. Психолог Надежда Железняк, доброе утро. Доброе утро. Вы вот всё-таки оптимист, Надежда? Мне кажется, это очень относительно. Оптимист, пессимист, ну когда как. Ну вот, я не знаю, существует ли такая градация, ну вот, допустим, оптимист, пессимист, вот, может быть, не стоит впадать в крайности, есть же реалисты, есть, может быть, оптимистичные реалисты, пессимистичные, существует какая-то такая вообще градация? Мне кажется, вы очень оптимистичны в своём понимании этого мира, в том, что существует какая-то точная градация, и вообще, что есть реальность. Иногда это условная договорённость, то есть мы видим картины мира очень субъективно. То есть нельзя однозначно сказать, что существует вот это разделение на оптимистов и пессимистов. Получается так? Конечно, в разные периоды жизни мы бываем тоже разные. Так, хорошо. Как оставаться, ну, нужно ли быть оптимистом постоянно? Ну вот, или нужно как-то, ну, погрустить всё-таки, выплеснуть там негативные эмоции, отрицательную энергию? Или можно всегда выбирать для себя вот такой позитивный взгляд на жизнь? Ну, знаете, есть два пути к депрессии, короткий и быстрый. Короткий – это быть постоянно в таком негативном состоянии духа, ещё и комментарии какие-нибудь обязательно раздавать всем, или письма в газету строчить, быть недовольным всем на свете. Это короткий путь, то есть вы очень быстро погрузитесь в тлен бытия и так далее. Но есть более, знаете ли, длительный путь – это постоянно улыбаться, постоянно быть на позитиве. То есть даже если вы наступили на гвоздь, или вам очень больно, или происходят какие-то достаточно печальные события, мы всё равно, как говорили в мультфильме, улыбаемся и машем. Улыбаемся, сквозь лбу, всё хорошо. И будьте уверены, через неделю, месяц или через полгода у каждого это свой срок, депрессия тоже начнётся, потому что невозможно, заткнув себе рот, перестать хотеть есть. Я думаю, многие женщины, которые стараются снизить вес, это знают. Сколько себя не взбадривай, всё равно эти эмоции тогда остаются невыраженными, потому что если у нас стресс, у нас выделяется адреналин, кортизол, то есть специфические гормоны, и мы их никуда не денем. То есть если у нас стресс, его надо как-то отреагировать. А как реагировать? Вот вы как психолог рекомендуете, ну, чтобы и другие не пострадали, но и тебе, чтобы было хорошо. Что делать? Нет, вот шрам помнишь тут. Есть такое понятие в психологии – конгруентность, то есть быть конгруентным ситуацией. То есть если вам больно, не обязательно, или там вам кто-то что-то прижал в автобусе, не обязательно кричать на весь автобус, что же вы натворили, или плакать. Но тем не менее попросить сдвинуться с вашей ноги, или даже айкнуть, да, когда вы что-то уронили себе, а может быть позволить себе что-то большее, если, допустим, вы один дома и никого не оскорбите своей реакцией. То есть выражать свои чувства и эмоции. Ну, конечно, не забывать о том, что мы все-таки живем в обществе, и желательно тоже делать это комфортно для других. То есть вот когда говорят, что мужчины не плачут, а слезы от ветра, все-таки надо давать себе возможность. Мужчинам, тем более, вообще говорят, что рыцари не плачут. Ну, а рыцари, кстати, плакали. Единственное, нельзя было плакать по даме сердца, если вы почитаете рыцарские романы, плакать по друзьям, но самое главное, от расставания с любимой было более того даже необходимо. В бою плакать было категорически нельзя, и это тоже очень важно. То есть иногда нам нужно собраться, когда мы устраиваемся на работу, когда приезжает, допустим, начальство из другого города, нужно собраться и пойти в бой. Однако после необходимо дать себе разрядку. Кстати, этим занимались рыцари на перах. Они горевали, допустим, по товарищам, которые уже не с ними, и вместе с вот этими перами, вместе с обсуждением, проговариванием выходили их слезы. То есть они реально плакали. Так что мужчинам необходимо тоже себе позволять слабину, но в комфортной, тихой обстановке рядом с любимой женщиной или подушкой. Сейчас заплакали те, кто не выспался. Все, разрешили. Можно чуть-чуть где-то всплакнуть. Кто-то на работе, кто-то в транспорте. Или еще поспать, а потом просто сказать, ну, не смог. Я не знаю, может быть, глупый вопрос, но, в общем, не могу его не задать. Есть, ну, опять же, у пессимистов, да, да и у многих, есть приступы, грубо говоря, депрессии, да, такое отрицательное состояние. А бывает, наоборот, приступы радости, счастья? Да, ну, без какого-то дополнительного стимулирования бывает вообще такое в психологии? Вот какое-то состояние эйфории? Давайте так, депрессия – это все-таки уже медицинский диагноз. Поэтому давайте будем с этим осторожны. Бывают, конечно, у всех у нас приступы хандры, апатии, да, весна, простуда, зима, то есть какие-то сезонные обострения. Бывают длительные состояния. Если такое состояние длительное, это лучше к психологу или к врачу. Если оно кратковременное, то есть длится несколько дней, то можно самостоятельно как-то с этим постараться справиться. И да, бывают действительно такие маятники настроения. То есть, с одной стороны, нам то очень хорошо, невероятно, хотя тоже нет никаких причин. То резко очень плохо, да, мир погружается в темные такие цвета. Это тоже может быть такой личностной особенностью, да, такой характер, как в 19 веке дама, то падает от восторга в обморок, то в обморок падает снова от переизбытка чувств. И тогда нужно либо как-то с этим постараться научиться жить и использовать. Может быть, пойти в актерский кружок, где отреагировать эти эмоции. Но если вам и окружающим людям это доставляет такой серьезный дискомфорт, возможно, знаете, вот этот вот маятник, который раскачивается как качель. Немножко остановить. Да, да, да. То есть, чуть поспокойнее. И радость, может быть, не такая сильная, правда, будет, но и печаль не будет доставлять настолько болезненные переживания. Но вы как психолог рекомендуете придерживаться некого баланса? Или все-таки каждый человек сам для себя решает, а потом получает результат своего выбора? Ну, конечно, мы сами себе хозяева. Другой вопрос, как комфортно лично вам? Если вы знаете что-то о себе, я думаю, человек ко взрослому возрасту здорово, когда уже что-то знает. Знает, допустим, что он мнительный или что он эмоциональный. И знает, что у него, допустим, сейчас нет внутреннего ресурса, его как-то там на работе вывели из себя, чтобы, допустим, поддерживать кого-то. И тогда нужно чуть-чуть сделать шаг назад, уметь играть с этим своим ощущением, постараться познакомиться с собой и понять, какой, в общем, у тебя эмоциональный склад. И снова, если с этим есть вопросы, как-то... А вот если, вот вы сейчас сказали, да, поддержать, помочь, вот если, например, видишь, что близкому человеку не очень хорошо, стоит предлагать помощь, стоит утешать, как тебе показалось... Подбадривать его насильно. Или как правильно поступить? Ну, насильно, конечно, точно не стоит. Но, как ни странно, здесь, может быть, стоит начать с того, какое сейчас у вас состояние, есть ли у вас для этого ресурс. То есть, знаете, врач на поле боя, который сам с ранением, не сослужит ни себе службу, если загнется раньше времени. То есть он уже никого не вытащит, пока не излечит себя. Поэтому здесь очень важно посмотреть, как у вас внутри. Если вы чувствуете, что щедрит тот, у кого есть, есть такой, да, глагол «щедрить». Если у вас есть какой-то переизбыток, есть возможность, возможно, стоит подойти, утешить, иногда взять за руку. И этого будет достаточно. Чтобы это не превратилось в коллективную печаль. Чтобы тебе самому хуже не стало. Спасибо большое, Надежда. Мы надеемся, дорогие зрители, что вы будете в балансе, и вам будет комфортно сегодня пятница. Это хорошее утро.